Эффекты мы перешли от исходной 7-мерной таблицы сопряженности, которую формировали все изучаемые признаки, к таблицам сопряженности, формируемым признаками, входящими в значимые эффекты. Причем именно те эффекты, среди которых есть зависимые переменные протестных потенциалов. Таким образом, мы сейчас будем работать с двумя таблицами сопряженности, одна из которых трехмерная, формируемая признаками удовлетворенности жизнью, занимаемая ступень на социальной лестнице, протестный потенциал, и вторая двухмерная таблица, формируемая уверенностью в завтрашнем дне, и опять же протестным потенциалом. Для трехмерной таблицы проверяем, какой профиль должен быть контрольным. Смотрим на таблицу сопряженности, и убеждаемся, что можно оставить имеющийся профиль, который сейчас является контрольным, его можно оставить контрольным. Дальше я применил логид-регрессию, а также логлинейный анализ с назначенной зависимой переменной. Разница, напомню, между логид-регрессией и логлинейным анализом с назначенной зависимой переменной, в том, что является контрольной группой, контрольным профилем. В случае логлинейного анализа с назначенной зависимой переменной, контрольный профиль, собственно говоря, остается тем же, чем он был и раньше. То есть, это последнее по кодировкам сочетание изучаемых признаков. В случае логид-регрессии, контрольный профиль включает в себя все сочетания признаков-предикторов с последним по кодировке значением зависимой переменной. Таким образом, контрольный профиль в логид-регрессии гораздо более обширный, нежели чем в логлинейном анализе с одной назначенной переменной, зависимой назначенной переменной. Отсюда возникает некая специфика расчетов, на которой мы не будем останавливаться. Важно, что результаты, которые мы получили на основании логид-регрессии и логлинейного анализа зависимой переменной совпали. Рассмотрим их.